Плюс 35, духота и солнце печет по полной программе. Красноярцы спасаются от жиры кто как может. И хоть купаться в большинстве водоемов запрещено, тем не менее некоторые утомленные солнцем Красноярска все-таки не выдерживают и погружаются в воды Енисея. Красноярская малышня с самого утра атакует городские фонтаны. Родителей поблизости нет. Специалисты говорят, часто горожане игнорируют любые предупреждающие таблички. А между тем водные процедуры в фонтанах принимать просто опасно. И дело даже не в гигиене, хотя нужно понимать, что воду меняют только раз в неделю. Неудачливого пловца может ударить током. В некоторых фонтанах установлены насосы, которые работают все-таки от 380 вольт. Конечно, установлена всяческая защита от поражения электрическим током, но это все-таки электричество и тоже может произойти всякое. Те, кто может, бегут из каменных джунглей на природу, поближе к воде. На берегу Тагарского озера яблок в негде упасть. Все заняли отдыхающие. Приезжают со всего края, преодолевают сотни километров ради долгожданной прохлады. Я уже второй день выезжаю из города Абакана. Сюда приезжаю Рысань, небольшой 40 километров. Довольно-таки приятная, теплая вода. Порой некуда машину поставить, но отдыхать прелесть. Вода великолепная. Вода тепленькая, она нравится. И с ребенком можно сюда приезжать. Вообще очень здорово. Приехал с самого утра, чтобы спастись над жарой. Вечером планирую уехать на шира. И если кто-то принимает солнечные ванны на свежем воздухе, у офисных работников одно спасение – кондиционер. У продавцов климатической техники сейчас горячая пора. Говорят, люди выстраиваются в очередь. Летом выручка вырастает аж в пять раз. Причем в последнее время чаще берут мобильные кондиционеры. Стоят они от десяти тысяч и не надо ждать монтажа. На стационарные кондиционеры ценник начинается от 11 тысяч. Но самые навороченные модели могут стоить и сто тысяч рублей. Если люди в мае покупали кондиционеры, то есть очередь была, грубо говоря, сегодня покупают кондиционер, завтра монтаж, то на данный момент очередь доходит до двух недель. Вот на той неделе, наверное, это была аномальная жара, было очень много продаж. Очередь была, там люди стояли, по три-четыре человека в очереди стояли, ждали, пока их обслужат. То есть, как бы, что, ну, прям уже совсем не в терпеже было. Синоптики говорят, температура действительно выше нормы примерно на пять градусов. Непривычная для Сибири жара пожаловала к нам из Средней Азии и Алтая. И долгожданной прохлады ждать, по крайней мере, на этой неделе не стоит. Лишь немного свежее будет только завтра. Плюс 25 в Красноярске и до 28 по краю. А самое пекло нас ждет на выходные, до 36 градусов. Кстати, в последний раз такая жара была 12 лет назад, в 2002 году. В понедельник мы ожидаем, как бы, кардинальное изменение в погоде, поскольку подойдет в циклон с западной территории. И вот он принесет нам настоящую прохладу. Если в понедельник температура еще от 25 до 30 градусов, но уже в понедельник мы ожидаем интенсивные дожди. Со следующей недели экватор лета сместится. Сильной жары не будет, но и холод не придет. И синоптики обнадеживают. Такая комфортная погода будет до конца лета. Так что запасайтесь темными очками и уезжайте поближе к водоемам. Ольга Тишинина, Андрей Крупнов. Новости.